Ты считаешь калории, занимаешься спортом, не ешь плохую еду, но так и не можешь похудеть? Цифры на весах и на параметрах никуда не уходят? Тогда это видео точно для тебя! Всем привет! Меня зовут Арина и вы попали на мой канал. Сегодняшнее видео подойдет вам, если вы давно пытаетесь похудеть, но у вас ничего не получается или же вы только начинаете худеть. Ну в общем, если вам интересна эта тема, то я советую вам остаться, потому что сегодня мы с вами разберем основные ошибки, которые совершают люди, когда худеют и почему у них не получается нормально похудеть. И также я вам покажу упражнения, с помощью которых вы похудеете 100% и просто эти упражнения очень крутые и помогают сжигать калории. Первый. Самый распространенный ошибка. Если вы, например, хотите похудеть в животе и вы таки думаете, окей, я хочу похудеть в животе, значит я буду качать пресс, но когда вы начинаете качать пресс, да, он у вас болит, да, такое чувство, что он у вас накачался, но почему-то это не видно и почему-то как бы жир живота никуда не уходит и живот остается. И я вам скажу, для того, чтобы похудеть в животе, вам не надо качать пресс. Пресс качают, когда у человека, так скажем, естественный живот и люди просто хотят как бы выглядеть более спортивным, хотят более упругий живот и так далее, тогда они качают пресс. Но, когда вы только начинаете худеть в животе и у вас как бы есть жировая прослойка, то вам нужно не качать пресс, вам нужно качать определенные мышцы, которые помогают вам, как бы, они выравнивают осанку, с помощью которой живот уже как бы не такой, а вот такой вот. В общем, они качают специальные мышцы, которые отвечают за подтяжку живота и он подтягивается. И сейчас я вам покажу упражнения, которые как раз таки вам помогут похудеть. Итак, привет еще раз. Сейчас я тебе покажу несколько упражнений, благодаря которым ты точно похудеешь. Итак, погнали. Первое упражнение – мертвые жуки. Прижимаем поясницу, втягиваем живот, убираем руки и по очереди ноги подтягиваем к животу. Самое главное, чтобы живот был в это время втянут. Делаем так по 30 раз, примерно 3 захода. Второе упражнение – это ягодичные мозги. Для того, чтобы было проще, можно положить руки вот сюда. Все, что нам нужно, это просто подниматься вот так вот, опускаться, подниматься, опускаться. Делаем так примерно 25 раз, тоже по 3 захода. Третьим упражнением является всем любимая и нелюбимая планка. Но делать ее мы будем не просто так. Мы встаем в планку на локтях. И теперь мы должны как бы тазом в один и другой бок. Так вы делаете по 30 секунд, по 3 захода. А дальше, в зависимости от того, какой вы опытный, так скажем, время можете увеличивать. Когда вы постоянно считаете свои калории, сколько вы съели, сколько вам осталось есть. Постоянно себя в чем-то отказываете, говорите «нет, мне это нельзя, 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 я же худею, мне нельзя». И вы меня спросите «Так подожди, а во многих видео на ютубе говорят, что нужно как бы считать калории, не есть плохую еду, ты сама же это говорила, разве не так?» И я вам отвечу «Да, безусловно, без спор, вы правы». И я об этом говорила, да, что нужно как бы не есть вредную пищу и все такое, да. Но это нужно делать правильно. И просто понимаете, в этом вопросе такая, так скажем, тонкая грань между тем, чтобы это делать все правильно и между тем, чтобы это делать неправильно, и у вас ничего не получалось, и вы срывались, и все дела. Очень хороший вам лайфхак на всю жизнь, если вы хотите худеть, то есть и половину. Допустим, вы любите шоколад, и вы всегда съедаете по плитке шоколада. Только уменьшите эту количество плитки шоколада наполовину. Разделите эту плитку наполовину и съесть в один день там, допустим, половину, и в следующую половину, если вы привыкли, каждый день по плитке есть. И таким образом вы будете все постепенно уменьшать, 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 и потом в итоге вам либо вообще не захочется есть этот шоколад, либо вы просто будете есть его понемножку. Это очень интересно, я вам сразу что-то говорю, вот не переключайтесь. В общем, как-то мне было скучно, и я даже решила провести такое, как бы, мини-исследование. Какое-то определенное количество времени там, допустим, месяц, ты занимаешься спортом, в общем, как бы, ну, такой весь спортивный становишься, но в питании ты ничего не меняешь, как бы, остаешься там, как ты вот раньше ел. И там, другой месяц ты изменил свое питание. То есть ты прям поменял свой образ жизни, так скажем, поменял свое питание. Через месяц результат от того, где ты поменял свой принцип жизни, свое питание У тебя результат намного больше, чем от того, что ты просто занимаешься спортом И тут вы скажете Подожди, подожди, подожди То есть ты говоришь, что я могу похудеть и не заниматься спортом? Я отвечу, да Худеете, если не будете заниматься спортом и поменяете просто свое питание Но спорт нужен для чего? Для того, чтобы у тебя было красивое, подтянутое тело Что совмещайте Не только занимайтесь спортом Не только меняйте свой образ жизни Просто возьмите и соедините Ну и последняя ошибка, советик Как хотите, так и называйте У каждого человека разная фигура, разный пол Есть девушки, у которых широкие бедра и миниатюрный верх Есть наоборот, у кого широкий верх, миниатюрный низ Не все тренировки, которые подходят девушкам, подходят парням Не все тренировки, которые подходят парням, подходят девушкам И то же самое по типу фигуры И вы мне спросите Арина, так, ну, вообще-то это и так понятно Я вам отвечу, да, это понятно Но очень много людей совершают такие ошибки Ну, а в заключении этого видео я бы хотела вам сказать, что все люди Абсолютно все люди на планете Земля безумно красивы И каждый красив по-своему Ну, а с вами была Арина Всем большого мандарина Ну, а я думаю, что это видео было полезно И я советую вам добавить в какой-нибудь там плейлист Для того, чтобы потом Если вы вдруг собираетесь худеть И у вас что-то не получается Вы бы пришли, открыли его снова И посмотрели, совершаете ли вы какие-то из этих ошибок или нет Не забывайте подписываться и ставить лайки Субтитры сделал DimaTorzok